всем здарова ребят продолжаем наши рыбалки по ночному судаку сегодня у нас опять ночная рыбалка но сейчас вечер вот буквально часика на 3 на 4 максимум выбрался половить вот ну опять коряги опять джиг воблеры нигде практически не удается ставить в таких местах когда ловишь и бровку вся загоряжена вот отрываешь там ну в том году отрывал на это на этой точке пару воблеров ну желание больше нет ставить что-то такое будем джигом пробивать коряги будем ловить на резину на длинных завесонах как обычно в общем на паузах вот будем в первую очередь использовать слаги потому что сейчас рыба еще неактивно то есть самой активностью судака ну с похолоданием будет похолоданием еще и не пахнет вода еще даже не остыла до конца иногда достаешь судака он там весь пиявках вот то есть рыба пассивная ладно пошел я собираться пока к точке ребят топаю вопрос там были люди сдавали человек спрашивал что такое воблер догруженный до суспендера не знаю объясни обещал ему видео ответить но воблера трех типов бывает всплывающие суспендеры и тонущие суспендер от нейтральное состояние при котором воблер не тонет не всплывает вот догружен до суспендера ты обычно беру плавающие варианты например если нету вариант суспендера и просто загружаю свинцом на брюхо ну в чаще под морду чтобы градусов под 45 стоял загружаю дома что временно терять на водоеме и специальные суспендосы свинец клеевой основой который получается для этого и предназначен у ксадаки есть посмотрите кстати вот эти самые суспендосы они не такие дорогие хватит вам их надолго 1 ребят все ловлю метод наверно и и 10 наслак наружи нормальный судачок такой вот он рыжий слаг наверно 4 или 3 проводка вот такой грамм 900 около килошник нормальный судакин колыки у него какие серьезные взял сборожки взял сборожки вот он слаг на машинку по итогу ребят пока было три поклевки один сход получается 2 поймал вот 1 забрал около килошника наверно такого и 1 грамм 700 отпустил он стал забирать потому что рыба дома есть вот работают слаги 4 дюйма 1 на машинное масло поймал 1 на морковку получается легкие веса ролик 5 дюймов ребят стоит хорошо так слаг опять да за килошник пойти сюда такой ударе щах ух четверки так не бил сегодня вот он ребят такой вот явно за кило кило триста где-то муж не полторашки нету кило триста где-то кило двести есть вот он смотрите какой красавица отлично такой удар по б возле берега на сквозняк опять пробел решил я пятерками половить сегодня таких яростных похлевок не было на 4 дюйма пятерку поставил влупил так что спиннинг чуть не забрал с собой я же проснулся вот она перламутр с рыжим брюхом в магазине кстати они висят пятерки и четверки висят пока еще есть смотрите все разберут на проспекте 39 если кому интересно такая вот плотность живая резина ну мои слаги не панацея можно любые другие слаги как бы использовать просто хвосты отрываете но плотность правильная должна быть резины примерно такая вот живая должна быть резина все равно когда скачет вот можно использовать поролон также но поролон менее подвижный и гораздо больше будет у вас обрывов там двойник стоит хоть он и прижатый поэтому я про он давно не ловлю вот красавчик сейчас такой мы будем пробовать слаг тоже пятерка вот перламутр сиренью ну размер крючков сразу скажу вот это 30 крючок стоит на 5 дюймов 40 тоже подходит но и в идеале сюда подходит 30 чтобы максимально свобода была приманки большая на 4 дюйма 20 в идеале 30 тоже подходит а все ты двойниках и не ловлю потому что кругом коряги что сказать не могу за резину будете брать пачкой ну скопом разные цвета не мешайте вместе любая резина она красится особенно если вы используете флуоресцентные краски то есть я использую в основном флуоресцентные то есть например машинка нас виду там зеленая на просвет красная а в ультрафиолете она светится вообще ярко-зеленым таким цветом то есть когда используешь флуоресцентные краски резина лучше хранить в пачках вот но по ночному судаку на мой взгляд именно вот эти цвета ну тот же арбуз а ворону оригинального светится тоже релакс 175 он светится ярко-оранжевым смотришь него какой-то такой розово-коричневый в ультрафиолете он прям ярко оранжевый то есть на мой взгляд именно влияет вот это вот такие вот ребят дела краситься даже кейтэч то есть ну что вы понимали когда кита чего накидать разных цветов вместе один фиг определенные цвета у вас будут перекрашиваться вот особенно те которые светятся в ультрафиолете вот такие дела поэтому лучше храните отдельно как бы но в пачках имею ввиду ну тут как бы но если даже вместе перекраситься там пятнышки какие-то у вас будут ничего страшного не будет в принципе на наклев это влиять не будет ну просто внешний вид как бы не тот уже будет вот такие вот дела не то пофиг я кидаю он чё этой резины мне сколько надо я столько сесть сделал ну это вот что-то перекрасилась например ну пятнышка конь там есть мне вообще пофиг короче я ловлю все вот но лучше в пачках носить оторвал сейчас на коряги сирень с перламутром поставил рыжий из 2 же проводки поклевка легкий грузик стоит вообще три с половиной грамма сносит 4 можно поставить вон чё смотреть как удар пах просто он разорвал резину и грузик весь перебрался ребята машину чего нас они по итогу вот трех я поймал судачков получается 1 отпустил из них один сход был еще одна поклевка была резина всю разодрал пятерки порадовали давно я не получал таких поклевок вроде судачок даже не двушка там не трешка кило триста но в лупил ну примерно уж в лупил так что я не знаю просто как последний раз на такую дарище бах я сапог не выпрыгнул ну реально это видимо более крупный объект он атакует ну более так скажем уверенно вот две четверки нормально отработали по слагам слаги ну не панацея конечно но реально решают когда активные приманки не работает вот с того года рыбалку за рыбалкой вот просто сравнивал активны ну с пассивными то есть когда именно активные приманки молчат ну или тычки какие-то на них там либо единичные поклевки слаги гораздо интереснее ловит да и вообще в принципе слаг наверное ну если честно говорить приманка более интересный по судаку чем активная любая чем вибро хвост ну твистер ну тоже наверное с активной игрой тело не раскачивается но хвост активно играет вот потому что слаг ловит и активного и пассивного судака айбро хвост любой абсолютно хоть китэйч хоть рейнс хоть я не знаю совамура она ловит только активную рыбу вот сегодня он был вообще в полном ауте течение ноль просто стоячая вода короче вот но удалось уговорить хотя бы одного зачетного поймал но и около килошник там один еще и отпустил мелкого можно было в голодный год забрать но как бы рыбы есть ладно отпустил там грамм 700 он был такой на грани зачета вот по цветам что работают работают ночью флуоресцентные цвета это рыжие в любом его проявлении то есть перламутр с режим вот цвет я сам как бы придумал хорошо работает вот рыжие просто слаги с блеской у меня есть ну пол 03 хорошо работает вот такие цвета не все светится и сирень тоже вот у меня светится машинное масло сегодня на него судачка поймал на машинку тоже она вся три зерна я делал с помощью флуоресцентных краска получается вот ну и смотреть тот же релакс он тоже самый ходовые цвета я ворона не все светится ультрафиолете вот ним это может быть не так важно но на глубине наверно важно на большой там если от 10 метров тоже я предпочитал бы ловить именно на какие-то зеленые оранжевые приманки ну таких вот оттенков вот чё сказать активности нету у рыбы сейчас октябрь будет ну ближе уже к октябрю просто погода тепло еще ночью 78 градусов судак начинает жрать когда от нуля до плюс 2 плюс 3 вот самый его пик то есть это где-то будет ну когда будет похолодание не знаю синоптиком верить так себе сейчас если смотрите видео либо открылся в магазин уже официально на проспекте 39 либо будет открываться не знаю когда смонтирую ролик в общем резина там моя есть люди уже берут писали ну фотки скидывали варума слаги ну это все не панацея если хотите просто платить на слаги я говорю просто берете китайцы свин компакт либо релакс техас четверка отрываете хвост что-то подобное получаете но естественно мой слаг наверно поинтереснее будет если уж честно говоря потому что именно за счет геометрии то есть он более длинный у него более большая площадь которая свободно перемещается ну не перемещается играет именно то есть он как червяк себя ведет вот но раньше когда я не лил свою резину я например брал просто вон у техас четверки хвост отрывал и ловил на него жабы конечно душил там пачка под 500 рублей приманка полтинник стоит ты просто хвост отрываешь выкидываешь короче вот мои гораздо дешевле там что-то 5 дюймов всего 210 рублей 5 штук у релакса цена 5 дюймов техас 450 5 штук разница на лицо в два с половиной раза почти ну целью была сделать классную приманку за недорого сегодня на почту ездил ребятам отправлял там один подписчик просто ну давно просил уже хочу пятерки слаги ну хочу попробовать твои слаги я говорю ну ладно раз я так то сейчас не отправляю же почте никому потому что ну каждому есть детей я тупо не успеваю если бы я успевал было время да я бы ездил отправляла так такой объем просто я в магазин делаю все им привез он три коробки улак отдал все деньги забрал уехал как бы наценку у них минимально почему я с их магазином работаю потому что они от 50 процентов работают с наценкой понимаете в основном все от 100 вот эти товарищи берут за счет объема то есть у них 8 по моему по россии магазинов интернет магазин большой я раньше когда с ними дело не имел сам как бы это заказывал там то есть вот имея ввиду делал не имел что часто я с ними как бы сотрудничаю но в плане резину поставляю свою им вот раньше я просто сам там кучу заказов делал в этом магазине мне очень нравится у них реально одни самых низких наценок вот такие вот дела ну ладно погнал я что-то засыпать уже стал фикс этой резиной надо до дома добраться поспать я в отпуске вот будем выбираться еще по судаку но немножко в отпуск взял не не вовремя ну в плане еще такой активности нету еще бы недельки полторы-две блин и самое она ну ладно имеем что имеем рыбу ловим это хорошо ладно погнал и всем пока ребят всем здорово продолжаем серию ночных рыбалок все никак меня ночной судак не отпускает ну реально наверное самая интересная береговая рыбалка что ну не на есть действительно так для меня по крайней мере то есть есть возможность днем ездить например я в отпуске сейчас нахожусь но именно по ночам мотаюсь потому что ночью у него самые мощные поклевки и зачетная рыба она клюет ночью именно вот до этого сколько я ездил в основном мелочь ловилась но вода еще тогда не остыла сейчас более-менее остывать начала но все равно сейчас гораздо интереснее гораздо веселей именно тема ночного судака уже многие года меня не отпускает чё ребят сегодня какой план действий в общем на той рыбалке получил я пару поклевок на пять дюймов одна поклевка была просто отдай спиннинг я уже таких поклевок очень давно не получал вот очень меня заинтересовал эта тема хочу половить сегодня именно на пятерки только на пятерки потому что четверка это такой вариант но это уйти от нуля вот ну и как бы зачетный судак на него клюет что там у меня в районе двушки вот ловил закилошники попадались но именно на пять дюймов были было две поклевки таких их и поставил в конце рыбалки просто отдай спиннинг очень хорошие удары вот едем мы именно за поклевками поэтому сегодня буду ловить на 5 дюймов не по кайфу вот пять дюймов и 4 дюйма ребят ну вот для сравнения для малой реки вот такой вот могучий слаг но действительно 5 дюймов для реки это наверное максимально допустимый размер ну я прошлые года ловил на пятерки тоже неплохо но не на слаги на техас я ловил пять дюймов вот и поклевки были тоже такие более уверенные очень часто очень часто чем допустим на более мелкие приманки такие вот ребят дела но для сравнения говорю 4 дюйма это 105 миллиметров а это 125 миллиметров он более объемный слаг вот это перламутр с рыжим брюхом отличный цвет пол 03 тоже отлично ловит рыжая машинка многие цвета у меня разловлены и отлично ловит но этот цвет в топе как рыжий как и пол 03 как машинка вот ладно что-то я долго болтаю уже не терпится пошвырять приманки ладно погнали скоро ребят октябрь же холодов так и нету сейчас температура от градусов наверно 9 10 плюс может 8 тепло судак начинает жрать активно когда на улице от нуля до плюс трех это самое по осени погода надеюсь похолодать скоро сил ребят пятерку ловлю вроде ничего поклевок одна одна поклёвка была течку дали как то вообще тишина течение не был нехороший судак спиннику дугу гнят это щука да ладно ночью нас лак на пятерку елки-палки щука какая ребята трешка жаба может за три даже 3 200 где-то я думал судак сейчас я ее покажу да это за три нет это сильно за три то три с половиной где-то ух сейчас даже фрикцион не ослабил на дурь тащил чё ребят вот такая жабень вот она сильно за три в пиявках он себя вон пиявки и вон пиявки все где-то три с половиной отлично щука такой не стыдно ловить особенно с берега сейчас покажу приманку ребят рыжий слаг пятерка пять дюймов вот чуть течку дали это последнего думал судак я даже на дурью тащил повезло не разогнул ничего нормально вялая на ночь а все равно слаг схватила я не зря использую я в краске ночью честное слово вот первый раз такого размера щуку именно на джек ловлю ночью до днем там ловил 7 за 7 ловил 6 лишним но это днем а именно ночью 3 плюс щука первый раз были полторашки двушки но на все на воблеры на джек первый раз ребят именно слаг пассивная приманка рыжий на фотку вставлюсь не забуду как он горит ультрафиолете я думаю свой результат дает ладно погнали мысли такие ребят что этот гад просто свалил с точке хронологии рыбалок такая вот когда четырех судачков я взял еще там три поклевки было вот то есть нормально отловился потом рыбалка была трех я поймал еще были поклевки вот на пяти дюймовую резину причем для поклевки 1 за килошника взял такого на кило триста и сегодня буквально пару дней получается прошло судака нету вот он свалил но это ничего странного воду скинули со всех заливающая щука повылазила такие вот поля не стоят встают просто на бровке и все судак он уходит щука его дерет тем более такого размера там три плюс там и крупнее явно есть щука вот такие вот дела ребят вес там щуки вставлю ну дома взвешиваем когда я говорил ну по про приманки 5 дюймов максимально допустимый размер для малой реки и имел ввиду размер без потери количества поклевок вот потому что доводилось ловить судачков там 500 600 грамм на 5-дюймовую резину 5 дюймов от вполне нормальный размер для малой реки вот шестерки тоже пробовал но шестерками что-то у меня нереально не сложилось то есть поклевок практически не было а именно 5 дюймов часто судак берет но очень уверенно бьет и по количеству поклевок не теряешь даже килошный судак это ну спокойно то есть нормальный размер резины вот да у тебя от нуля четверка например если половить именно почувствовать нормальную поклевку судака тем более слаг то есть в плане ну он не виброхлос там пятки нету то есть как червяк длинный он его даже не чует эти 5 дюймов вот судака нету будем ребят искать поиски продолжаются тем интересней то что-то я на одной точке задержался несколько рыбалок все будем искать там здесь проверять где-нибудь найдем сейчас нужна задача такая найти где его максимальное количество вот потому что штучный ты здесь остался по-любому вот он не может же весь уйти ну факт том что он реально здесь будет единичный и ловить его бессмысленно там но одна у судака за рыбалку поймаешь в лучшем случае то есть явно стала щука на бровке вам ребят надо домой ехать завтра дела резину еще надлить для вас все всем удачи пока